Президент Вадим Красносельский провел сегодня выездное совещание на месте будущего музейного комплекса в центре Террасполя. Сегодня осмотрели здания, которые войдут в его состав. Обсудили предстоящий объем работ. Историко-краеведческий музей займет целый квартал от мемориала до лестничного спуска на набережную и станет частью Екатерининского парка. Экспозиции будут размещаться в пяти зданиях. Сейчас это корпус Терраспольского объединенного музея и Минобороны. По мнению президента, необходимо охватить все временные периоды, включая Чернобыльскую трагедию, Афганскую войну и даже нынешнюю пандемию. Вадим Красносельский отметил, что с появлением музейного комплекса изменится вся центральная часть Террасполя, а драмтеатра и заканчивая Бородинской площадью. Идея в расширении именно культурной части центра города Террасполь. Мы должны видеть именно центральную часть, как прогулочную территорию, облагороженную, удобную, культурную и доступную. Как горожане, как гости нашего города, ближнего и дальнего, как говорится, зарубежья, при посещении города Террасполь, могут, естественно, ознакомиться с историей города путем посещения как Екатерининского парка, так, естественно, музейного комплекса, ну и в развитии, как говорится, и далее. Компьютерный проект будущего музейного комплекса должен быть готов уже в этом году. В следующем начнется строительство. Заключительный этап планируется на 2023 год, когда музей наполнят экспонатами, и тогда же большой исторический комплекс примет первых посетителей.